Игорь Борисович, мы находимся с вами в мастерской, как я понимаю, арендуемой частным образом. — Тут совсем недалеко, на Ленинградском проспекте, мастерская вашего товарища, друга и коллеги Андрея Горжановского. Почему не на «Союзмультфильма» работаете? — Ну, это для меня совершенно очевидно. Когда-то это была моя родная студия, как и Андрея Горжановского, как и многих, кто еще, так сказать, коптит небо. — Ну, что касается «Союзмультфильма», нынешнего его положения, нет. Я туда просто, я даже не хочу туда приближаться. Мне представляется, что это не лучшее изобретение, кроме, конечно, практического пользования названием киностудии «Союзмультфильм». Но там, кроме названия, ничего нет. И никогда не будет. Потому что их направленность исключительно зарабатываем, зарабатываем денег, деньги, деньги, деньги. Мы должны зарабатывать деньги, как говорит Слащева. Там произошел переворот. То есть, это как по стране в целом. У нас сегодня менеджер главный. То есть, в творческой студии главный менеджер. Или тот, кто возглавляет там совет, сама Слащева. А художник — это, так сказать, некое рабское положение. То есть, батрак. Зарплата этих менеджеров в 4-5 раз больше, чем у режиссеров. Режиссер, чтобы заработать там сегодня деньги, должен батрачить и вот это делать, и художником быть, и режиссером быть, и там еще и мультипликатором, наверное, быть. То есть, там исчез, выкачан дух творчества. Отсюда неспособность возникнуть духу братства. Потому что там нет того единства, без которого вообще не способно быть кинематографическое творчество. Должен сказать, что наша группа, вот когда мы работали на киностудии «Сайзмульфильм», у нас была минимальная группа. Все фильмы практически мы делали, делались тремя людьми. Это, значит, режиссер, художник-постановщик, кинооператор. Ну, естественно, здесь можно говорить о композиторе, там, звукооператоре. Я так решил, что должно быть, чтобы получить единство всего, всех линий в фильме, количество людей должно быть сокращено до минимума, чтобы мы видели друг друга. Вот что важно. Сейчас там, я не знаю, какое количество участвует в работе над фильмом, но это все пришло и по найму взятые люди. Сам факт, что они по найму, говорит о том, что попробуй-ка возрази, тебя в следующий раз не возьмут. То есть абсолютно батратская система, которая, вообще-то говоря, должна быть переломана к чертовой матери. Все должно быть изменено. И поэтому откуда там может вырасти дух творчества? Дух стяжательства – да, дух подобострастия. Потому что как только обгонялась студия, как только Слащева стала возглавлять всю эту межпуху, тут же я увидел в интернете, как ей присягают. И это отвратительное зрелище. Это мои коллеги, которых я знал в совсем другом качестве. И они там вдруг выступают, какая она крутая у нас, какая? Да никакая не крутая. Она абсолютно ничего не понимает ни в искусстве, ни в мультипликации. Человек абсолютно не просвещен. По ее репликам, по ее речи можно понять, что книг она тоже не читает. Если читает, то с трудом и определенные книги. Скорее всего, чековую книгу. Но почему это все произошло? Очень просто. Есть некто-министр. Я говорю «некто», потому что я его не могу назвать министром культуры. Вот как я не хотел назвать эту фамилию. Он министр не знаю чего. Министр воровства, возможно, потому что если человек уличен в своей работе, что он украл три страницы текста, то он уже должен подать в отставку. Имеется в виду диссертацию. Диссертацию, да. Значит, уже я не могу с этим человеком разговаривать. Уже репутация подмочена. Он по этому поводу слегка похохатывает. Он знает, у него есть покровитель. Я не знаю, кто покровитель. Думаю, что на самом верху покровитель. Значит, такие нужны. У этого, значит, министра есть друг, с которым они вместе учились. Это директор ТАСС. У директора ТАСС есть жена Слащева. Вот таким образом Слащева оказалась... Вы имеете в виду Игнатенко. А я не знаю. Я даже не знаю, как его зовут. Это не важно. А у него есть жена Слащева. Вот таким образом она оказалась на суде. Не потому, что она в этом понимает, а потому, что она нужна. Она своя. И тем не менее, по вашему собственному признанию, «Союзмультфильм» стал вашей личной школой любви к мультфильмам. Это «Союзмультфильм» тот. Надо границу проложить. Вы же, как вы говорили, ненавидели мультфильмы. Я не то, что ненавидел. Я был абсолютно равнодушен к этому. А дальше, когда я попал на курсы... Курсы – это было вообще фантастическое сочинение, придуманное на «Союзмультфильме» для пополнения кадров творческих. То есть там каждые пять, шесть, семь лет собирались двугодичные курсы. И это был приток новых молодых творческих личностей. И из этих притоков потом проявились мультипликаторы, выдающиеся, режиссеры. При этом два года этим не ограничилось. Для того, чтобы стать режиссером и перейти на следующую ступень, и вообще стать профессиональным мультипликатором, тонко понимающим эту профессию, должно еще как минимум пройти лет семь-восемь. Если вспоминать «Хитрука», то он режиссером стал первый он фильм сделал, когда ему было 45 лет. Но вы понимаете, что это было явление абсолютное такое? Как только появился фильм «История одного преступления», все поняли, что пошла новая волна, новая школа, новое понимание. Но на фундаменте классической мультипликации, в которой он работал не один десяток лет. У него просто отдельные там роли. У него там в фильме «Снежная королева» роль Оли Лукоя, это его отдельный, так сказать, фирменный знак его. Он через весь фильм провел эту роль. Случай-случай невероятный и редкий. Сегодня студия будет приманивать к себе людей, может быть, и талантливых, но еще пока не вошедших в эту норму творческую. Приманивать тем, что старик, ты придешь, через год тебе будет режиссер. Ну, а в результате, в общем, я не хочу говорить о том, что происходит. В последние годы из титров даже игрового кино, художественного кино, исчезло слово «кинооператор». Вот Александра Жуковского, вашего оператора, вы всегда поименовывали как «кинооператор». Я всегда говорю о нем, всегда. Как бы я не говорил о фильме, но как только речь заходит о моих фильмах, я всегда говорю «три человека». Вот я вам сказал. «Кинооператор». Потому что для меня кинооператор – это тот человек, который продолжал развивать изобразительную систему фильма. Мне повезло в том смысле, что, во-первых, я сам мультипликатор. Довольно долго работал. Я работал у Андрея Хржановского по рисункам Пушкина. Довольно много там снял как мультипликатор. Но одновременно я при этом работал у Романа Качанова на фильме «Варежка». Я был один из четырех мультипликаторов. На фильме «Крокодил Гена» я тоже там был одним из четырех или пяти мультипликаторов. То есть, а пройти школу у Романа Качанова – это значит пройти колоссальную школу. Потому что он сам не был выдающимся мультипликатором, но понимал природу игры так, как ее понимал Станиславский. Абсолютно и безупречно. В чем Станиславского не читал. Он сам понимал. Ему не надо было читать Фрейда. Он понимал, что такое бессознательное действие. Понимаете? Ну, он для меня абсолютно совершенно. Он как и хитрук, так и Роман Качанов. У меня много там людей есть, которые для меня вот были теми самыми, и так и они остались для меня, и до смерти они для меня останутся, теми авторитетами в художественном мире, без которых я сегодня представляю свою биографию. В титрах ваших картин часто мелькает заветное для вас имя Франческо Ярбусова. Это ваша супруга. Да, моя жена и художник. Да. Франя вы ее называете. Франечка, да. Значит ли это, что вы всецело можете доверить Фране художественную работу, так сказать, и визуализированную? Я сейчас объясню. Нет, так не происходит. То есть, конечно, я сказал, Франя, знаешь, что вот здесь такое настроение, сделай эскиз. Но я так не работаю. То есть, она может попасть, но это будет, скорее, случайное попадание. Я ей должен объяснить весь расклад драматургический. Цветовой. Это не означает, что она не может предложить. Она может предложить, и у нее иногда предложения бывают такие точные и острые, что я просто в абсолютном восторге. Ну, вот как я всегда об этом говорю, в такой центральной сцене, сцене «Цапля и журавль», где они в беседку, и, казалось бы, у них уже любовь-морковь. Просто все, вот оно, вот счастье близко, и вдруг оно рушится. Я говорю, Франя, какой-то нужен жест микроскопический. И вдруг она мне говорит, может, он ей шляпу поправит на ней. И как только она мне это сказала, я сказал, все, я знаю, как делать. Просто как вспышка возник весь сразу эпизод. Вот она мне, вот эта вот подсказочка, понимаете? А я мучительно искал, думаю, где его, где вот этот жест? Все вокруг шляпы раскрутилось, и в результате расшаталась ситуация. Она на него шляпу надела свое, он схватил печку, сволочь такая, оставаясь здесь. Все, разошлись, все закончилось. Это Франя. А вот что касается изображения, могу вам сказать так, все композиции по всем фильмам рисовал я. Композиции. Дальше цветовую, я говорил про цветовой расклад. От и до. Для меня это всегда очень важно. Всегда, где точка основная проходит, где цветовое напряжение, где его нужно спустить и дать место, ничем не замусоривая дать место действию, чтобы самое простое действие четко прочиталось. Конечно, это я решаю. Кроме того, я мультипликатор. Есть момент, вот когда она уже, так сказать, окучив все вот это, она уже делает эскиз в окончательном варианте. Так вот я могу сказать, я не знаю ни одного художника, кто довел бы эскиз до той самой поверхности живописной, до той самой амальгамы, которая бы сама по себе дышала содержанием действия. Я не знаю. И в этом смысле, конечно, без нее я бы не смог ничего сделать. В этом смысле она понимает абсолютно. Это тот самый катаус? Я даже не знаю как. Это не важно. Ну, это не совсем так. Катаус – это ваш метод? Да, я знаю, да. Катаус – это, понимаете, это метод. Тут ведь как это все переводится? Взял там, нарисовал некую деталь, взял, вырезал. Но у нас это не так. Перекладка. Это называется перекладка в том смысле, что по живописным методам она уже давно ушла от того, что вкладывали в эту саму стилистику. Потому что считалось на студии, если там нужно снимать какую-то рекламу, а студия снимала рекламу, то всегда говорят, ну так, это на перекладочке, это рекламка. И все. И перекладки дальше не считали, так сказать, за человека. А когда мы начали с ней делать фильм, вот видите, вот это вот один из эскизов Франчески. Вот они сидят. Это финальная сцена. Вот на этом эскизе все четко как раз видно, что и как строится. Но когда строятся эти мизансцены, я всегда говорю Франю, давай в черне сделаем персонаж, и я попробую с ним поиграть, дам ему задание. Вот это, вот это, вот это. Я-то уже знаю эти точки. Дальше, когда ты начинаешь с этим играть, тебе уже подсказывают сами обстоятельства. Сама перекладка вдруг подсказывает, куда должны развиваться действия. Но вот эти черновые подходы, как дальше это начнется углубляться и в психологическом плане, и в плане просто физического действия, углубляться, сама себя углублять этой системой. И я сижу, и начинаю, вот рядом она, я сижу, начинаю что-то делать, и всегда я зарисовываю при этом. Это может, это может. Чтобы все действие развивалось естественно. Чтобы оно не передавливалось бессмысленной нагрузкой. Что если я подумал, что стена развиваться должна в таком ключе, а персонаж это не может, я должен отказаться. Или должен что-то переделать персонажа, чтобы он легко переходил от одного положения к другому. Вот эти смены внутренних мизансцен самого персонажа, смена жестов, это и есть его личная мизансцена, этого персонажа. Она, эта система развивалась таким образом, что я совершенно спокойно, естественно, переходил от одного к другому. Франческа сидит рядом, говорит, я ничего не понимаю, только что лежала куча всяких вырезок, я просто, я восхищена, как ты это все делаешь. А я прямо перед ней все это кручу, и, конечно, мне проще, и ей проще. Поэтому у нас такие органичные персонажи, там нет ни одного персонажа, над которым бы мне надо было производить какое-то насилие. Но я должен знать, допустим, Квалчок, как, где у него центр. В данном случае у него, у него же очень мало движения, у него динамика, только когда он бежит по шоссе. И то сцена, эпизод не доделан, там у нас он должен был развиваться. Назывался эпизод «Пьяный автобус». Когда он бежит по шоссе, и вдруг за ним начинает гнать автобус, освещая его фарами, а он не может уйти от этого луча. А в автобусе сидят наши, значит, хорошо отдохнувшие после пикника, на пикнике там наши граждане. И они начинают бутылками швырять, то есть там идет война народная, там взрывы вокруг него. Это все еще, понимаете, еще связано с эпизодом войны. И эта сцена должна была продолжаться, пока шоссе не делает крутой поворот, а он вылетает в поле. И у нас должна была быть сцена, когда он уже оказывается где-то далеко в поле, по нему только полосанули эти самые фары, и автобус рванул. Дальше по шоссе. У нас такое было. Все зависит от того, как Франческа сделает. Вот видите, тут хорошо лежат эти самые. Вот волчок, вот он в дверях стоит. То есть этот центр, он для меня важен. Но в чем сила художника в этом случае? Вот все вот это работает должно вот сюда. Если не работает, значит ошибся я или ошибся художник. Я когда смотрел «Сказку сказок», мне почему-то показалось, что Норштейн, ну, просто обязан был во время работы над картиной слушать песню Петра Тодоровского. Ну, почему-то вот возникла такая... Знаете, я Петра Тодоровского потом услышал его реалии. Это я услышал его уже... Ну, как вообще, как Петя играл, это само божество просто брало гитару. Это просто это умереть и обмереть в этом в доме литерата было. Во-первых, я люблю очень военную поэзию и, конечно, военные песни. Это шедевр абсолютно мирового уровня. Я как-то довелось мне разговаривать по телефону с Дашкевичем. И он говорит, понимаете, Юра, сейчас выйдет искусство малых форм, уже большую форму не воспринимают. Я говорю, ну, ведь малая форма тоже стоит в себе гениальность. Я говорю, хорошо, Шуберт, малая форма. А это дороги. Пыль да туман. Он говорит, вы знаете, вот это тоже Шуберт. Вот так высоко он оценил вот это сочинение. И я очень часто, я сидел, работая и пел. Я уже рассказывал эту историю, когда я сидел еще только на сценарии, вообще сочинял какие-то эпизоды, еще не знал, как фильм должен строиться. Еще ничего не было. Но я сидел, рисовал, Катька шестилетняя у меня на руках, и я запел «Враги с родной хату». И Катька моя, ей шесть лет, что она могла понимать там, в драматургии? Она разрыдалась абсолютно просто вот вся. То есть это, вот это говорит о качестве, во-первых, поэзии и песни самой. И это для меня, вот это я, я вот эти фактуры ловил. Ваш ученик Ваня Максимов признался как-то в одном из интервью своих, что на него оказывает огромное влияние музыка. И часто после прослушивания музыки он берется за какую-то картину. Для вас музыка какое значение? Она имеет то же самое значение, она на меня оказывает колоссальное влияние. И я, в общем, я не могу назвать себя, знаете, меломаном. Нет, конечно, я не так хорошо знаю музыку, но поскольку у нас музыка в доме все время звучала, брат учился на скрипке, то я, конечно, много музыки поймал на слух. Слух у меня вполне приличный, я могу воспроизвести и в себе отзвучать. И, конечно, для меня музыка – это огромное драматургическое такое вот расширение, какое-то воспарение. Ну, не случайно возникла в сказке сказок мелодия из клавира Баха. Именно восьмая прелюдия. Уже потом я вдруг читаю, опять перечитываю из Эйнштейна его, а у меня шесть томов его здесь стоят, это для меня альфа-омега, это все. Вот весь мой университет. И я перечитываю, вдруг натыкаюсь на историю, которую Лев Арнштам рассказывал. Он в одно время тапером подрабатывал, и он играл под броненосца. И он однажды решил сыграть под кусок финала «Восьмую прелюдию». И что его поразило? Он начал играть там с эпизода, он закончил, закончился эпизод. То есть внутренний закон, который прошивал, ритмический закон, который прошивал эпизод, он абсолютно совпал в разных видах искусств, изобразителям. Но я вам должен сказать, что у меня произошла такая же история. Мы с кинооператором сняли этот длинный эпизод, как предполагалось длинный, а он у нас получился всего-то лишь там меньше минуты. Сейчас когда 17 метров, да, меньше минуты. В общем, когда я посмотрел его на экране, я сказал, Игорь, это гадость, надо просто выбросить эту чертову матерью. Надо все переснимать. Только, я думаю, раза в три медленнее. И мы с ним заново опять все построили. Это Игорь Скидан Босин, то кинооператор фильма. Это тот же самый пример, как и Жуковского. Он пример человека, который свое искусство рассматривал как часть вот этого целого и растворялся в этом целом. И мы с ним все... Он говорит, сколько пленки заряжать? Я говорю, я не знаю. Он мне говорит, ну все, тогда полную кассету, 100 метров. Значит, зарядил эти 100 метров, и я начал снимать. Я снимал, снимал, сцена не заканчивая, я все снимаю, снимаю, и все веду этот ритм, все снимаю, панорама идет. Потом я доснял другие эпизоды, потом я склеил и положил музыку. Она легла от края до края. Понимаете, это внутреннее какое-то вот чутье на неуклонность развития, где все мелодии, все переизгибы, все вот эти повороты мелодические, они должны иметь свое... свой фундамент в развитии действия. Очень немногие наши телезрители знают с многострадальную судьбу Шинели. Картина вы начали снимать в 1981 году, я акцентирую внимание на этой дате, и до сих пор она не закончена. Что такое случилось, что столько лет вы не имеете возможности продолжать работать? Это со стороны может показаться, что я там дурака валяю и все прочее. Но вот смотрите, наступило новое время. Во-первых, так, получилось довольно драматичное начало. Вы полгода поработали в 81-м году, и фильм закрыли на год, потому что бывший министр кинематографии Ермаш отказался подписать зарплату кинооператора по его категории. И Саша сказал, извини, Юр, но я не могу работать. Это что такое-то? Это бесчестье. Я же ведь... Я говорю, Саш, ну, кражем, давай, чтобы не прервать. Да я тебя буду доплачивать. Ну, я сказал, конечно, неосторожную фразу. Он на меня представлялся таким гневом. Ты? И ты что, подумаешь, что я у тебя возьму? Он был вот вообще человек, ну, такой безупречной репутации. И нам на год пришлось прерваться. Но в 82-м мы продолжили. Но все равно мы в 86-м весной прервались уже окончательно. Но за эти, я думаю, что там в общей сложности наберется три с половиной года чистой работы, выключив все эти паузы, мы успели снять 20 с лишним минут. А в 86-м году, я даже не хочу назвать имя этой моей коллеги, ее уже нет, она страшно погибла, но она с группой заняла наш павильон. Вы все-таки закончите чем-нибудь оптимистическим? Оптимистически я не могу закончить, потому что мы не догоняем время. У нас появляется заработок, а в это время опять в стране не так, и опять деньги обесцениваются, потом опять обесцениваются. Мы пожелаем вам, Юрий Борисович, не только выживать, но и жить долгих лет вам. Спасибо огромное за этот интересный разговор. Спасибо вам за вопросы.